Так, 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 чё тут у нас? Окей. Здрасте. Здравствуйте. Так, так, класс. Чё новенького? Чё? Сколько стоит? 500 рублей. 500 рублей? В общем, да, я понял, я понял ваше возмущение. Я давно обещал обзор на этот комикс, но я уже сделал его на комикс-фесте для чуваков, которые пришли туда смотреть на меня офлайн. И это было здорово. Вы понимаете, как мы сейчас здорово провели время, обсуждая это дерьмо? Но подобно своих ютубовских братишек я решил сделать обзор чуточку попозже, потому что, ну, был занят. Защитники. И это комикс-защитники, по тому самому фильму-защитники, о котором в прошлые месяцы и месяц назад все буквально трепетали, и это была самая хайповая тема в мире кинообзорщиков. Но теперь я хочу рассказать про комикс. Я уже рассказал про первую часть комикса, которая признана неофициальной, и говорят, что это не единственный комикс по защитникам. А вот это, вот это что ни на есть. Самое вот прям откупоренное от основной франшизы существо, которое призвано пролить свет на некоторых героев, которых мы узнать должны получше именно. Это Ориджин, короче. Ориджин. И все-таки перед началом этого трэш-обзора я хочу порекомендовать вам фильм «Киллер по неволе». Это криминальная комедия, в которой рассказывается история о том, как выкарабкаться из кризиса, подрабатывая наемным убийцей. Хотите подробностей? Идите в кино. Фильм выходит в российский прокат 11 мая, а главную роль в нем исполнит Ромен Дюрис. Исполнитель одной из главных ролей в моем таком любимом французском фильме «Пена дней». Недавно как раз про это кино рассказывал. Так что я киллера по неволе пропускать не собираюсь. И вам не советую. Защитники. Первые отечественные супергерои. На самом деле раньше здесь на обложке было написано что-то из серии «Начало легендарной франшизы». Что-то типа этого. Действительно, была здесь такая приписка. Видимо, авторы сами поняли, что это слишком пафосно для их вот этого вот. Мы еще откроем, вы узнаете, почему я так сейчас иронизирую. И такое долгое выступление. Действительно, эта франшиза в какой-то степени уже легендарна, потому что нельзя столько времени обсуждать такое говно. А это именно говно. Защитники. В общем, я оставил в этом комиксе некоторые закладочки. И сейчас прям нахрапом буду его при вас обозревать. Итак, открывай. Окей. Короче, теперь вы видите, кто причастен к этому комиксу. Здесь две истории под одной обложкой. И если историю первую «Самый крайний север» написал Андрей Гаврилов, а художником выступил Александр Дальев. Александр Дальев это именно тот человек, которого можно расстрелять вот именно за этот рисунок, потому что... Ну, серьезно. Типа, кто сейчас так рисует что-то? Не то чтобы комиксы. Я рисую лучше, хотя я рисую плохо. Вторую историю «Новая земля» опять же написал Андрей Гаврилов, а художником выступил Рафаэль Тер Степанов. Не знаю, кто это, но его имя мне точно нравится. У меня кота так зовут. Но самое главное, что должны знать об этом комиксе, то, что это всего лишь книга первая. Серьезно? С нетерпением жду вторую, но надеюсь, что все-таки ее не будет. Далее будет предисловие от автора. Приветствую вас, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами становимся частью исторического события. Рождение легенды и вселенной. Защитники. Принято считать, что все супергерои появились на Западе. В Великой и Прекрасной Америке. Господи, с каким пафосом это написано и с какой иронией, и с каким-то даже неуважением к штатам. Типа, так нельзя. Я понимаю, что американцы выставляют в своих комиксах русских немного клюквенами, но это перебор. Так вот, на самом деле все супергерои появились не в Америке. На самом деле это не так. Страна Советов, оказывается, тоже подарила миру своих защитников. И наконец-то пришло время рассказать о них всем и каждому. Основное действие наших графических романов... Но самое ироничное в этом тексте концовочка. Надеюсь, вы полюбите этих героев так же, как уже любим их мы, я, автор сценария, и мега талантливые художники Александр Дальев, Рафаэль Тер-Степанов и Александр Малышев, которые создали для вас этот комикс. Талантливые художники, блять. Талантливые художники, сука. Защитники. Начинаем историю. Первая страница. Она самая ироничная. Дело в том, что здесь с небес спускается какой-то персонаж. Судя по всему, это отсылка к Супермену. Действительно, развергаются небеса, спускается Супермен. И первая шутка. Защитники посреди моря ждут его на лодочке. Это американец. Ты опоздал. Что за дела? Мой русский брат. Надвигается опасность. Я... Не-не, одну секундочку. Перебивают его защитники. Мы уже целый час стоим. И нет кофе. Нет зонтиков. Ты мог на... Почту написать? Я не понимаю, что это за шутка про почту и кофе. Вот в комиксе про защитников. Ведь когда события-то происходят, по сути, во времена Второй мировой? Или во времена... Холодной войны? Тогда интернета-то не было. Но это явная отсылка к нашему времени. Но самое прикольное, стоя на этой лодочке в открытом море, говорит Хан. А у меня дома ждет пушок. Скучает. И я не понимаю, вот в чем заключается смысл этих шуток. Почему шутки есть в комиксе, но их не было в фильме? Почему в фильме все было настолько на серьезных счах? А в комиксе это выглядит так неуместно. Вот после вот того, что мы увидели в кино. Если Андрей Габрилов действительно хотел разбавить серьезную историю юмором, у него очень плохо получилось. Ну ладно, давайте двигаться дальше. А случилось следующее. 23 февраля 1967 года. На величественный ледокол Ленин. И здесь так и написано. Величественный, мать его, ледокол Ленин. Кто-то напал. Выясняется, что на ледокол напал злодей по имени Глетчер. Кто такой Глетчер? Ну, просто чувак, который мечтает всех убить, поработить, как типичный злодей. Of course! Если это еще относительно внятный сюжет, ну, относительно фильма, во всяком случае, то как паршиво это нарисовано... Защитники. Иногда картинка в комиксах бывает плохой за... Ну, за счет стиля какого-то, за счет какой-то обреченности автора, который он пытался передать своим читателям, и это срабатывает. Но здесь это просто плохо. Плохо и без задумки. А еще обратите внимание на местный шрифт. Типа... Чего он такой славянский? Ну, правда, я не понимаю. Вы не могли новый шрифт для своего комикса рисовать? Вот что это за... В общем, здесь выясняется, кто такой Глетчер, и есть краткий оригин этого персонажа. Когда-то над ним проводили опыты, он тоже получил способности, и он теперь способен порабощать разумы живых людей и воскрешать мертвых. Ну, во всяком случае, я это так понял из этого куцого сюжета. Сука, здесь в комиксе написано «Стоять ты кто?» «Стоять, стойдет!» Мы думали, что он погиб после испытания гамма-электромагнитным лучом, но он ожил. И как вы думаете, выглядит этот персонаж, который ожил, и вот который способен мертвецов воскрешать, как он... Как Джонни Депп, который неделю валялся в грязи, не знаю. «Пиратская доля». В общем, дальше мы выясняем, что Глетчер полностью обезумел, куда-то сбежал и начал всех захватывать, порабощать и умертвлять. Естественно, на дело отправляются те самые защитники. И защитники образца 67-го, очевидно, года. Они прыгают точь-в-точь, как Капитан Америка с самолета, падают снег и занимают красивые эффектные позы. При этом умудряются шутить. Мне кажется, шапки забыли положить. Шрифт вы забыли, блин, нормально бабл добавить, а не шапки положить. Какого черта вот это прилипает к краям? И вообще, зачем вот это здесь черточка, вот этот дефисик, который обычно в диалогах ставится в книгах? Это комик, здесь все по-другому. Вас... Вас... Кто это делал? Окей. Защитники. И вот происходит первое столкновение персонажей с живым мертвецом. Нападает на него Ксения, и при этом удивленный Лер говорит фразу, которая самая потрясающая в этом комиксе. Эта фраза задает просто основной настрой всему происходящему. Он говорит, какого защитника? То есть он так удивлен, что говорит, какого защитника. Это... 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 равносильно, если бы Робин, увидев Джокера, сказал, какого Бэтмена. Ты меня вот не вподывай. Типа, вы должны понимать, здесь не было ситуации, в которой какого-то защитника отправили за пивом в магазин, и Лер вдруг спросил, какого защитника? Или здесь не было такой ситуации, когда они встретили какого-то нового защитника, и Лер такой, какого мы встретили защитника? Не было. Здесь это действительно эквивалент фразе какого чёрта. Но она не звучит так жубительно, как какого чёрта. Холодный. Какого защитника? Какого защитника? Что лишний раз доказывает, что лучше бы на сценарий позвали меня, а не Андрея Гаврилова? Ну, серьёзно. Подумайте об этом. Я пишу комиксы, я шарю. Не так хорошо, но явно больше, чем он. Далее. В этом комиксе происходит то, чего не должно происходить в комиксах. Вы должны это понять. Здесь написано, спустя некоторое время к ним приближался странный силуэт. Он шёл молча, из-за снега его было невозможно разглядеть. А для отзащитников замер в ожидании. Перелистываем страницу, и далее, здесь, просто невероятное. Перед ними стоял Глетчер. Вот он, момент истины. Момент, когда зритель читает эти слова, представляет, а что произойдёт дальше. Такое ощущение, что сценарист, сценарист, забыл, что эта часть сценария и не указал об этом художнику, человеку, который верстал этот комикс. Потому что, ну не должно на картинке быть написано вот пояснение того, что происходит на картинке. Это комикс, твою мать. Ты должен нарисовать, а не пояснить, что перед ними стоит Глетчер. Что же произойдёт дальше? Давайте подумаем, дети. Помогите, Дашу найти Глетчера. Далее выясняется, что Глетчер развил какой-то яд или вирус среди солдат, и защитники вынуждены с ними сражаться. Э, мы спи, всё нормально. Включил экран. Хорошо. Я просто не заметил, как он включается. Смотрите, какой у него клёвый, кстати. На брови из ядлочков. Так вот, смотрите. Пока что Лер призывает всех мочить зомбаков, Арсус подмечает «Я не могу с ними сражаться. Они же русские солдаты». Вот, блин, праздник «Ура патриотов» всё-таки сделали создатели комикса про защитников. Это наилучший комментарий к песне Сергея Шнурова, что «Любит наш народ всякое говно». Потому что стоит сказать, что «А, это же за Россию, за Родину мать». Так все такие, господи, это шедевр, это потрясающе. Нет, это не потрясающе. И чем больше поднимается вот в этом комиксе уровень «Ура патриотизма», тем обратно пропорционально здесь портится рисунок. Он становится более вялым и невзрачным. Серьёзно, обратите внимание на пропорции здешних персонажей, на все эти штрихи, которые становятся на каждой странице всё толще и толще. Ах, маковка. И на этой странице изображён наршу, с которым максимально золо. Он вот-вот в медведя превратится и всех порвёт. Видите, как он чувствует опасность всей своей жопонькой, сколько мертвяков на него нападает. А вот и его трансформация. Ах, я типа не знаю, что здесь нарисовано, но это какая-то... это настолько некачественно, что даже несмотребельно. Просто обратите внимание. Это какой-то... Но в это время, тем временем, Лер... Эй, красавцы! За Родину! Я не знаю, почему у Лера нога стала короче, чем на всех предыдущих картинках, но это какой-то кошмар. Почему зомбаки кричат обратное ррр? Почему обратное ррр? Всё тем же славянским шрифтом, который стал здесь зелёным. За Родину! Я не знаю, это действительно продавалось за 500 рублей в магазине комиксов. Вы серьёзно? Вы сейчас серьёзно? В общем, персонажи скучно сражаются с зомбаками, Ксения бежит за капсулой, чтобы достать какой-то вирус, который всем угрожает. Ну а Арсус в это время превращается вот в такого медведя. Почему этому кадру добавили кинематографичность? Я так думаю, что это было примерно так. У них была вот такая большая картинка, они, может быть, ещё постер хотели сделать и в середину вставить. Я не знаю. Но потом они просто решили, о, у нас будет всё как в кино. Мы же комикс по фильму, у нас будет вот эта чёрная чёрная плашечка, как у оптимистов в блоге. Естественно, Арсус разбрасывает всех зомбаков, и комикс заканчивается довольно скучно. Глетчер прощается с защитниками на каком-то корявом немецком, и, в общем-то, на этом конец первой части. Ну, серьёзно, здесь больше ничего интересного не происходит. По сути, все угрожают друг другу уничтожить, разбрасываются эпичными фразами, но побеждает добро. Ну, хотя это добро, коряво нарисовано, я в добром не назвал. Но ещё одна, ещё один бонусом, бонусом этой истории идёт ещё мини-история про Арсуса. Арсус спустя три месяца где-то в лесах Сибири показывает своё мощное тело, рубит деревья, сбивает их с одного удара топором, а потом ногой, и при этом поднимает топор и говорит Арсус! Опти! И мне интересно, действительно, соцсеналисты, которые это прописывали, это же была целая прописанная в тексте страница. Как они это прописывали? То есть, как это выглядело в тексте? Пишите в комментариях об этом. А лучше приходите на фестиваль Витфеста и поговорите со мной лично. Фестиваль пройдёт в мае, в конце мая, так что все ссылочки, подробности на Этфест найдёте в описании. Приходите, я принесу с собой обязательно защитников, и вы можете сделать с этим комиксом всё, что угодно. Чё, он уже куплен, деньги потрачены, мне его абсолютно не жалко, тем более обзор вот выйдет. Вообще, куда мне удевать? На полке держать стыдно такое как-то. Защитники. Но далее происходит самое интересное. По сюжету этой микроистории Арсус видит, как из его дома, домика в лесу, в Сибири вылетает кресло. Кресло. Он превращается в медведя моментально. Прыгивает в свою избушку и обнаруживает там трёх медведей. Это самое милое, что я видел в франшизе из защитников. Оказывается, что это родня Арсуса. Я сейчас не шучу, я сейчас абсолютно не шучу, это родня Арсуса. Мне интересно, он всё-таки сношался с медведицей или сношался с женщиной, которая родила медвежат. Вот как происходит этот процесс? Или это просто прикол местных сценаристов, опять же? Либо это очень клёвая шутка, ну, то есть, на самом деле нет. Либо я очень хочу посмотреть комикс про Арсуса и его родню. Кто хлебал из моей чашки? Кто хлебал из моей чашки? Кто хлебал из моей чашки? Я знаю людей, которым предлагалось рисовать комикс-защитники. В какой-то момент они даже задумались над предложением, потому что, ну, как ни крути, это деньги. Но эти ребята отказались делать комикс по защитникам. И мне кажется, я повторюсь, мне кажется, что именно им, запомните их лица, нужно ставить памятники в городах. Молодцы! Я готов пожать вам руку. Да, ребята, запомните, вот они молодцы. Да. Я вот поработал бы с Сариком, но чисто по фану. И это, мне кажется, интересный опыт, может быть. А они отказались. Но здесь был случай уникальный, в том, что у них практически не было материала, с которым работать, и они были вынуждены рисовать, основываясь на хреновом сценарии, который не был прописан. Защитники. Эта часть действительно нарисована гораздо лучше, и я не понимаю, зачем так сделано. Хотя, может быть, для того, чтобы сразу не кормить читателя говном. Ну, серьезно, просто они взяли и поменяли местами первую и вторую часть. То есть, сначала подсунули что-то похуже, а на сладенькое оставили то, что получше, во всяком случае, выглядит получше. А сюжетно, ну, сюжетно, сюжетно, это тоже такая себе история, сценаристы тот же самый. В общем-то, в начале второй части выясняется, что в 61-м году проходит испытание вроде как ядерного оружия царь-бомба. Это атомная бомба. И, естественно, защитникам нужно как-то разобраться с последствиями мутации от этой царь-бомбы. И они отправляются в секретное учреждение разбираться со всеми делами. И я сам сейчас в шоке от того, что уместил синопсис второй части вот в такое короткое предложение. В первой это вообще какая-то срань происходила. А здесь вроде как внятный поначалу сюжет. Здесь незнакомец совсем уж молодой командой защитников. Действительно персонажи предстают несколько с другими характерами. Возмущающаяся постоянно Лер, спокойный Хан, Арсус, который пытается особо не полетить, и Ксения. В общем-то рассудительная баба. Действительно, при нормальной картинке, при нормальном рисунке в этом комиксе персонажей совершенно по-другому воспринимаешь. И это здорово. Вот после этой истории я хоть чуть-чуть проникся к защитникам. И это хорошо. Это первая история, после которой я проникся защитниками, собственно, и узнал их чуть получше. Здесь даже шутки в этой части появились более-менее нормальные. Возможно, эта часть действительно была первой, и на второй уже просто автор устал и начал работать на отвали, но здесь тут, в общем-то, начинается самое опасное приключение защитников. На них нападает какой-то гигантский кит, потом опасные волки с множеством глаз, и все это, естественно, хочет их сожрать. Защитники опять же ползают по снегам. Все это очень на пафосе, эпично, но хоть нарисовано разглядывать. Это действительно похоже на комикс. Здесь, опять же, сохранился вот этот клюквенный пафос из фильма. Защитники. Когда, например, Лер говорит, что он должен спасти всех, он по инструкциям должен спасать большинство, а спасет все равно всех. Это выглядит довольно, ну, такое, знаете, вот прям, ну, так веет вот этим вот паршивым фильмом, который все видели несколько месяцев назад. Когда все кричат, ну, правда, смотрите, что это такое? Спасай Ксению! Тебе не хватит сил на всех! Я смогу! Прощайте. Прощайте. Нееееет! И вот, когда, казалось бы, персонажи распрощались с Ксени, появляется новый герой. Вот этот. И, кстати, знающие люди, которые больше разбираются в комиксах, чем я, говорят, что этот персонаж рисован как раз-таки то ли с Супермена, то ли с Ангела из Людей Икс. То есть, буквально, есть кадры, в которых этот персонаж обрисован, обведен. То есть, ну, действительно, это не оригинальный как бы его силуэт, а это обводка с персонажей из комиксов Марвел. То есть, это реально обведено. Было. С Финча. Комикс Людей Икс. Ультимейт Людей Икс. С Ангелом. Мутантом. Да. 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 Че еще сказать? Человек сказал, что нет. Спустя 20 минут, он говорит, щас скину пруф. Говорю, ну, ты мне скинь как-то это, построил, нарисовал, да, там, мне скидывается лайна, обводка, в которой криво, очень криво. По таким координатам, ну, нельзя нарисовать просто-напросто. Вот, то, как нарисовано это, жалко-лаппетит сигнал, это тревога. Персонажа зовут Эриус, и он рассказывает свою удивительную историю, а то, как он стал, опять же, объектом экспериментов в таинственной лаборатории, куда защитникам следует прийти и совсем, опять же, разобраться. Я уже, если честно, запутался, какое у них изначально было задание, то есть, что они вообще делают, типа, у них постоянно какой-то рандом в целях, задачах. В комиксе они хотя бы прописаны получше, но характер защитников здесь, это просто нечто. У них, у них настолько они вот, в общем, если верить Эриусу, то он был когда-то заключенным одной из таинственных лабораторий, где, собственно, из него и сделали вот такого мутанта. Они так разговаривают, что действительно очень много таинственности и вопросов. Они не объясняют, что происходит, они оставляют только больше загадок для читателей, и, что самое парадоксальное, эти загадки не очень-то интересно разгадывать, потому что персонажей плевать. Я первый раз вижу Эриуса, но чем он привлекательный, кроме того, что это потлатый мужчина с крыльями. И, в общем-то, вверхом на Эриусе все защитники отправляются в полет. В полет к новым, блин, мирам. На них нападает птица с криком «Скрик!». Защитники отправляются в лабораторию, где пытаются спасти всех тройковых детей, над которыми проводят опыты. И находят всего лишь двоих. Это Аня и Яна. Близняшки с суперспособностями. Единственные выжившие. И вот эти две девушки оказываются в этой голове внезапно главными злоделями. Получается, ну типа они всех уничтожили и что? Ну да, здесь в общем-то так и объясняется. Арсус делает вывод, что это была не бомба, всех уничтожила не бомба, а именно эти две девочки уничтожили всех вокруг и за них все здесь мутировало. Масштабы этой мутации ужасные. И это довольно интересный поворот сюжета, согласитесь. Ну, я согласен, что он абсолютно крешированный и типичный, но это гораздо лучше, чем то, что мы видели в первой части этого комикса. А, нет. Детишки начинают разбираться с защитниками и знают, что происходит. Хан, только тебе хватит скорости для атаки. Но я не могу ударить детей, говорит Хан. Хлоп-хлоп, зато я могу. Ксения! Ксения! Ксения может бить детей, потому что она баба, а бабы могут бить детей. Твою мать, Ксения! Йоу. Ну, на самом деле, она просто усыпила их транквилизаторами, что тоже, в общем-то, я считаю, рукоприкладство. Зато она их обезвредила и теперь все заканчивается хорошо. Посмотрите на лицо... Посмотрите на лицо Лера на этой картинке. Что? Поверить не могу, что ты это сделала! В общем-то, они все перемещаются домой, и Эриус становится новым членом команды защитников. Интересно, что случилось с ним в промежуток между 61-м и 67-м, и вообще, возможно, мы увидим его во второй части фильма. Надеюсь, что нет. Защитники! Ну, если вы действительно хотите снимать второй фильм, то обращайтесь. Я серьезно. Ну, я получше, чем вот это напишу, уж точно. И, в общем-то, на самом деле, ценность этого комикса про защитников в последних страницах. Дело в том, что сам комикс занимает примерно вот столько, вот столько страниц, а в конце здесь дополнительные материалы. Дополнительные материалы по такому посредственному произведению, ну, мягко говоря, никому не нужны, но здесь есть, кроме дополнительных... Серьезно, типа, как рисовался Арсус? Без покраски он выглядит, кстати, гораздо лучше, на мой взгляд. Здесь есть дополнительные материалы в форме досье на каждого, господи, сколько можно листать. Здесь есть, мало того, вступление, там, пояснение, что такое защитники, краткая история, которая никому не интересна и ничего толком не поясняет на самом-то деле. То есть здесь все какие-то общие факты. Ну, например, за время своего существования, с 1946 по 1982 год, в 18 филиалах Патриота было официально завербовано 49 человек с экстраординарными способностями. Ну, типа, это общие факты, которые никак не помогают понять самих персонажей. Здесь есть, как я уже говорил, досье на героев. Вот, просто, чтобы вы понимали, насколько, насколько самим создателем было не кайфово работать над персонажами. Досье Хана. Человек-ветер. Настоящее имя, год рождения, дата рождения невысокий, 170 сантиметров, стройный худощавый под жарой. И вот. Мы хотим узнать побольше про Хана. Мы пришли, мы, возможно, купили комикс, чтобы узнать побольше про Хана. А досье Хана начинается со слов. Только его досье отсутствовало в штабе. Но тайна его происхождения постепенно раскрывается. Это как бы идет противовес с тем, что мы видели в фильме, где Хан рассказывает историю своего детства. Разве нет? Почему бы Хану самому не рассказать и не пополнить это досье? Вам было просто лениво писать, признайтесь. Признавайся. О, Господи, ну зачем ты это делаешь? И, в общем-то, остальные досье также, ну, не особо-то информативные. Кроме каких-то общих вещей, дат и не влияющих и на что фактов, мы из них и не узнаем. Не в досье нужно пояснять, кто ваши персонажи, а через саму историю. Через саму историю раскрывать их образы. Не только внешний крутой облик, как, например, у того же Арсуса, но еще и характеры. Вот это важно, вот это действительно искусство, вот это действительно отличает хорошего автора от плохого. Не то, как он умеет пояснять то, что на картинке, а то, как он может выстраивать сам кадр. Вот что важно. Ну, опять же, если вы все-таки не будете на Витфесте, то приходите 12 и 13 мая на фестиваль в Тольятти. Да, я буду в Тольятти гостить и как раз-таки заеду на фестиваль, где мы можем обсудить не только защитников, но и другие масс-культурные вещи. В общем-то, там буду я и подробности вы опять же найдете в описании. Да, вот так вот, да, да, этот выпуск выходит с анонсами даже двух мероприятий, так что цените. Все, все ссылочки в описании я оставляю. Защитники. Ну, в общем-то, на этом все. Не знаю, не вижу смысла больше затягивать. С вами был Денис Оптимистер. Читайте хорошие комиксы, а не вот это. Видите, вот, кстати, здесь производственная травма. Дело в том, что в одном из роликов предыдущих про Зверопой я сгоряча кинул этот комикс об землю. Ну, я не жалею. Правда, не жалею. В общем, подписывайтесь на мой лайв-канал, где вы можете зреть мою рубрику OptiView, где я рассказываю частенько о хороших комиксах. Кстати, давно это не делал. Нужно снять новые выпуски. Ну, естественно, подписывайтесь на этот канал, где мы с небольшой командой уже стараемся над новыми выпусками и делаем их максимально информативными. А если хотите, чтобы такие вот веселые выпуски выходили почаще, то ставьте этому видео лайк. Только так я понимаю, нужны они вам или нет. И, в общем-то, я не понимаю, какого защитника я все-таки это затянул. Так что подписывайтесь на Инстаграм, Твиттер, Зритев Корень. Всех люблю. Всем пока.